Здравствуйте! В эфире программа Норильские новости. В студии Надежда Балдакова. Смотрите в этом выпуске. Пример всем городам. Депутат Госдумы Сергей Коргенов оценил ход реализации комплексного плана. Небезвыходная ситуация. В каком случае можно обратиться за социальным контрактом? На шаг ближе к сцене. Норильские выпускники прошли второй этап прослушивания во ВГИК. Депутаты внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому минимальная заработная плата граждан без учета премий не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Соответствующие документы размещены на сайте Госдумы. Законопроект разработан для граждан, которые получают зарплату на уровне МРОД. В случае принятия работодатель не сможет дотягивать зарплату за счет компенсационных выплат. Организациям придется выплачивать и МРОД и положенную компенсацию, либо освобождать сотрудников от дополнительной нагрузки. Отметим, согласно данным Росстата, в 2021 году зарплату на уровне МРОД и ниже получали около 700 тысяч россиян. В Норильске с рабочим визитом побывал первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Коргенов. Вместе с градоначальником Дмитрием Карасевым они обсудили реализацию комплексного плана социально-экономического развития города. Речь шла о строительстве многоэтажек в Аганере, детского сада на 270 мест, а также о благоустройстве, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктурах. Кроме того, Дмитрий Карасев ознакомил депутата с технологиями, которые сегодня применяются для сохранения вечной мерзлоты. Сергей Коргенов высоко оценил работы, которые сегодня ведутся в рамках комплексного плана. Это очень большие деньги и ресурсы, которые не везде по стране предприниматели готовы отдать добровольно, без каких-либо принуждений, без налогового небольшого давления. И в этом плане, конечно же, перспектива Норильска очень хорошая. Я считаю, что город должен жить, должен развиваться. Школы обозвали московским словом «реновация», но в перспективе это, наверное, строительство новых домов. И оно уже близко к реализации. Здесь очень важно, что Сергей Генович, он представитель Комитета государственного развития Дальнего Востока и Арктики. Для нас, для города, который расположен за полярным кругом, непосредственно в Арктике, очень важно, что комитеты и непосредственно депутаты проявляют к нам такой интерес, интересуются теми вопросами, теми проблемами, задачами, которые стоят перед городом, для того, чтобы оказать содействие в их скорейшем решении и продвижении. Мы сегодня обсудили реализацию комплексного плана развития города Норильска, реализацию муниципальных программ, реализацию экологических программ. Это действительно важно для нашего города программы и требует всегда непосредственного контроля и поддержки со стороны депутатов федерального центра. Сергей Коргенов также оценил ход реализации экологических проектов компании «Норникель». Побывал в шоуруме серного проекта Надеждинского металлургического завода и на строительные площадки НМЗ, где реализуется проект по нейтрализации серной кислоты, отметив значимость данных направлений работы компании для города и окружающей среды. Модернизация ЖКХ и повышение энергоэффективности, благоустройство территории, экология и развитие туризма. На комиссии по городскому хозяйству депутаты заслушали доклады об исполнении шести муниципальных программ по итогам прошлого года. Как справился муниципалитет, расскажем далее. 21-й год выдался богатым на ремонты. Так, по программе реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства был отремонтирован коллектор на улице Набережного Рванцева. Обновлены фасады 19 домов и крыши 24 домов. Еще в 29-ти выполнен ремонт конструкции нулевого цикла. В пяти домах заменили систему тепловодоснабжения. Выполнены работы по установке систем автоматизации 31-го индивидуального теплового пункта 18 МКД. Здесь выполнялись работы на территории ЖКС. Выполнены все свои времена с высоким качеством. Данный параметр оценивается как стопроцентное выполнение. По программе благоустройства территории разработана проектно-сметная документация на установку детских площадок. Одна из них появится недалеко от драмтеатра. Внимание уделили и другим городским объектам. На объекте «Озеро Городское» выполнены работы по благоустройству территории. Окрашен поребрик. Выполнены электромонтажные работы по замене электрического кабеля. На объекте «Норильская Голгофа» выполнены работы по благоустройству территории мемориального комплекса «Ремонт памятника последней врата». На объекте «Парк Комсомольский» выполнены работы по благоустройству территории. Второй этап. От благоустройства к экологии и охране окружающей среды. В 2021 году администрация основательно взялась за несанкционированные свалки. В общей сложности расчистили 17 гектаров территории. Отлавливали и стерилизовали бездомных животных. Всего 816. Кроме того, озеленяли город. В 2021 году была озеленена территория 4,5 гектара. Затраты составили 27,5 миллионов рублей. Из них 9 миллионов 800 тысяч было затрачено на высадку цветов и посев семян. Депутаты приняли к сведению исполнение всех муниципальных программ. По итогам заседания комиссии в протокол внесли предложения народных избранников. Например, создать парк, где норильские ребята по окончанию школы будут высаживать так называемые памятные деревья. В парковых зонах обустроить уборные для людей с ограниченными возможностями здоровья. А также создать отряд эко-волонтеров. Артем Тютюников, Надежда Балдакова, Александр Вори. Норильские новости. Региональный оператор по вывозу мусора «Росттех» открыл новый офис в Каиркане. Теперь оплачивать услуги жители района смогут в офисе по адресу «Школьная 13». Сегодня существует несколько способов оплаты услуги вывоза мусора. По QR-коду, в личном кабинете на сайте оператора, через Киви-терминалы. Однако многие привыкли вносить платежи по старинке, через кассы. Поэтому для удобства граждан «Росттех» открыл дополнительный офис в Каиркане. Мы стараемся сделать процесс оплаты максимально доступным и комфортным для тех, кто привык оплачивать офлайн и посещать офисы лично. В новом расчетно-кассовом центре по адресу «Школьная 13» вы можете оплатить услугу, оформить перерасчет, внести изменения по количеству граждан, закрыть или открыть лицевой счет. Кроме того, специалисты могут проконсультировать по вопросам начисления и оплаты. Отметим, сегодня в Норильске работают три офиса «Росттеха» в Центральном районе на Комсомольской 36, в Толнахе на Таймырской 16 и теперь в Каиркане на Школьной 13. Помощь рядом. Норильчанам предлагают такую меру соцподдержки, как социальный контракт. Воспользоваться им можно в трудной жизненной ситуации, во время поиска работы или для развития бизнеса. Подробности в следующем сюжете. Одни из тех, с кем заключают соцконтракт, малоимущие семьи и одиноко проживающие, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума. Финансовая помощь предлагается на безвозвратной основе, однако после ее получения необходимо отчитаться перед органами соцзащиты. Средства предлагают и тем, кто в поиске работы. Чтобы получить деньги, необходимо оставить заявление в местном отделении управления социальной защиты населения на Советской 14. Так и поступила Юлия Трефилова. Девушка замещала декретную ставку и когда сотрудница вышла из отпуска, Юлия осталась без работы. После увольнения решила радикально сменить род деятельности. Юлия была кадровиком, а стала тренером-преподавателем физкультуры. Пока искала работу, средств на жизнь было не так много. На помощь пришел социальный контракт. В течение нескольких месяцев девушка получала примерно по 20 тысяч. Выплаты очень помогли. Без этих выплат по соцконтракту я бы не смогла, ну, даже элементарно купить форму. Ну, потому что моя работа предыдущая заключалась в платьях. Вот, носила платье. Сейчас мне нужны были штаны, мне нужно было пройти медосмотр. Это все способствовало, все эти выплаты помогли мне преодолеть все трудности и устроиться на такую замечательную работу. Отметим. Граждане могут воспользоваться социальным контрактом не один раз. Так Татьяне Рязановой были необходимы деньги на дорогу, нужно было оперировать сына. При возвращении женщина также воспользовалась помощью при трудоустройстве, получала выплаты и искала работу. В итоге нашла вакансию в сфере обслуживания с удобным графиком и достойной зарплатой. Первый этап был, что, значит, помогли в трудножизненной ситуации. Второй этап – это вот помогли, мы прорабатывали разные варианты официального моего трудоустройства. Значит, я устроилась, все замечательно, хорошо. И вот третий этап, что уже работая и к основной зарплате также помощь продолжалась, то есть выплаты проходили. Все, кто пользуется социальным контрактом, отмечают, это стимул не только сменить профессиональную сферу или найти работу, но и изменить жизнь к лучшему. Он способствует радикальным изменениям. То есть можно не просто изменить что-то там, улучшить что-то временно, можно радикально изменить свою жизнь. И это очень дорогого стоит, особенно в наше время. Если вам тоже нужна поддержка, вы можете обратиться в Управление соцзащиты на Советской 14. Специалисты подскажут, какие нужны документы и ответят на все вопросы. Николай Ухин, Надежда Балдакова, Никита Левенец, Норильские новости. В Норильской Маяковке прошел второй тур прослушивания во Всероссийский государственный институт кинематографии. Из 22 претендентов до второго этапа добрались всего четверо ребят. Причем один из них из Москвы. Тему продолжит Артем Тютюников. Да, 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 давай. Поехали. На. Давай. В день именина может быть рождение был зайц. Приглашу, да, кляжу на угощение. Александр Федоров, профессор кафедры актерского мастерства в ГИКО, вернулся на Северную землю, чтобы продолжить отбор норильских ребят в свою мастерскую. Условия с первого тура почти не изменились. Юные таланты готовили басню, стихотворение, отрывок из прозы или музыкальный номер. На этот раз пришлось импровизировать. Некоторые задания Александр Федоров придумывал на ходу. Второй тур предполагает прослушивание программы, ну так положено, да. То есть если это басня, то это басня от начала до конца. Это вариантность, когда мы говорим ребятам, что еще у вас есть. Когда даем какие-то задания, прочитать с какой-то задачей. То есть это более такое глубокое знакомство. Из 22 участников прослушивания до второго тура добрались трое северян. Однако в итоге комиссия отсматривала выступления четырех ребят. Еще одним кандидатом стал Иван Трусов. Он приехал в Норильск на гастроли в составе столичного детского музыкального театра юного актера. Несмотря на свой опыт, парень на поблажки не рассчитывает. У меня столько же шансов, как и у всех абитуриентов из разных городов, не только Москвы, но также Норильска, Петербурга, любого города. Я такой же, как и все. Да, я соглашусь с Александром Львовичем, мне сложнее, потому что он меня знает. И мне нужно показывать что-то большее, чем он во мне когда-либо еще видел. Прослушивание хоть и было волнительным, но подарило участникам массу положительных эмоций. Очень теплые товарищи, они мне очень понравились. Необычные такие чувства, смешанная радость и переживания. По итогу отбора в третий тур отправятся трое претендентов. Следующий этап пройдет в Москве. Там ребятам предстоит выложиться по полной. В Норильске были еще цветочки, а ягодки впереди. Артем Тютюников, Никита Левенец, Норильские новости. К этому моменту у нас все. Следите за новостями на нашем телеграм-канале и на сайте Норильск.тв. В студии была Надежда Балдакова. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова